Трехлетняя Майя Миль еще не все слова выговаривает, зато освоила велосипед. Этому она научилась в школе Байкал Бэймикс Рейсинг. Для таких юных экстремалов, как Майя, здесь даже открыли специальную группу. Дети познают азы велоспорта вот на таких беговелах. У них нет педалей, и спортсмены отталкиваются ногами, учатся балансировать. Удовольствие не дешевое, а средняя цена беговела – 10 тысяч рублей. Папа Майя и Григорий Миль оказался предприимчивым. Велосипед для дочери сделал сам, из фанеры. Нашел в интернете проект, сделал. Ребенку заставлять не заставляю. Если есть интерес, хотелось ездить, посмотреть, где папа катается. Съездила, вот уже второй или третий даже раз приезжает. Если будет нравиться, будем ходить, заниматься. Идея открыть школу для детей пришла Никите Крючкову и Владимиру Пуляевскому. Занимаются велоспортом ребята более 16 лет. У них множество наград на всероссийских и мировых чемпионатах. Свою идею спортсмены воплотили в жизнь в мае 2016 года. И теперь делится опытом с подрастающим поколением. Мы заметили, что в велоспорте, в экстремальном велоспорте города Иркутска не хватает свежих людей. Просто народ перестает этим заниматься. BMX Racing – это основа. Если ты умеешь кататься в стиле BMX Racing, то тебе подвластна будет в будущем любая гоночная дисциплина. Ты будешь себя в ней чувствовать комфортно и сразу же показывать хорошие результаты. Да, все руками делали своими. Своими. И ребята помогали тоже, которые тоже катаются на велосипедах. Можно сказать, днем и ночью мы это делали. И делали, не знаю, можно сказать, это кровью и потом все сделали. Байкал BMX Racing – единственная в приангаре школа с скрытым залом. Он пока небольшое место хватило для того, чтобы установить пару трамплинов и трассу. Но несмотря на все неудобства, у ребят есть возможность тренироваться в холодное время года. Сегодня олимпийский вид спорта осваивают 15 ребят. У меня с первого занятия появился интерес. Сразу. На некоторых ухажениях страшно, а на некоторых нет. Самое любимое твое ухажение? Мэнл. Мэнл – это на заднем колесе, когда едешь. Сейчас спортсмены готовятся к своим первым соревнованиям. Этап Кубка России пройдет в конце этой недели в Саранске. Но велосипедисты ставят перед собой сверхзадачу – попасть на 32-е Олимпийские игры. Анастасия Цыганкова, Александр Барановский. Новости сейчас.